Оба! Всем привет! С вами доктор Влад. Сегодня такой, как Кот Матроскин, полосатый, да? Сегодня тема очень такая злободневная. Ну, как мне кажется, во всяком случае. Потому что... Ну, начну сначала. Значит, все вы знаете, что с декабря прошлого года я начал очень активно худеть и достиг очень хороших таких результатов. И вот где-то к весне, к марту, к апрелю, вот я решил, думаю, ну так, хорошо. Я похудел. Я сбросил там эти ненавистные, значит, килограммы. Пузо у меня поубавилось. Вот. Эх, я тогда снял вот... Не помню. В конце февраля, по-моему, ролик никому еще не показывал. У меня там пузо такое висит. Вот я просто для сравнения, наверное, два ролика сниму. Вернее, два в один сделаю. Один, на котором я с пузом, а другой вот сейчас, да? Ну, я сейчас уж не буду вставать, показывать. Ну, там нет ничего. Там нечего смотреть. Вот. И вот я в марте или... Ну, весной, во всяком случае, этого года, я думаю, ну так. Хорошо, я похудел. Ну, надо же и укрепляться, да? Физически. Вот. Для чего это? Просто худеть там, быть тонким-звонким, это не очень интересно. Вот. И я уперся лбом в стену буквально. Потому что как только я начал интенсивно заниматься железом, железом, мое худение приказало долго жить. Наоборот, я начал поправляться. Думал, да что такое? Полез в интернет. Может, я что-то не так делаю, да? Начал спрашивать там у знатоков, в кавычках. Потому что на ответах там такие знатоки сидят. Вот. И они все говорят, или одно, или другое. Мужик, или ты худеешь, одновременно теряя и жир, и мышцы, да? Либо ты начинаешь мышцы качать, и в то же время нужно усиленно питаться. Вот. И как результат вес у тебя поднимется. Думаю, нет, это не для меня. Думаю, что-то надо придумать. И вот я начал, говорю, биться. То так, то так. То, значит, менял режим. Ну, я хожу на трендмиле, да? И занимаюсь там железом, да? И вот, допустим, с утра одно, в обед другое там и так далее. Как-то варьировал. Ничего. Как об стенку горох, ничего не получается. Действительно, или одно, или другое. Думаю, нет, это дело не пойдет. Потому что, ну, просто худеть неинтересно. Вот. А если я начну набирать мышечную массу, так я наберу и жировую массу, и я опять добавлю вес. Вот. И, как говорится, просто жаль. Потрачено времени. Вот. Думаю, что же делать-то, а? И попробовал. Просто вот от балды думаю, дай попробую. Тут начитался про длинные гуглеводы. Вот. А у меня рацион был такой. Мясо и овощи. Ну, не считая, там, кефирчика, там, допустим, яблоки. Вот. Это, как говорится, в перерывах. Да. А обычно я кушаю вот час вот утром и вечером. Ну, пробовал одно время шесть раз в день. Да. Это помогает худеть. Вот. Но силы не добавляет. Наоборот, убавляет. У меня вот как было, да? Я перескакиваю с одного на другое, потому что я немножко возбужден, потому что у меня получилось. У меня жена уехала три недели назад. И я действительно вот за эти три недели я хорошо похудел. Там килограмм, не знаю, пять с половиной где-то сбросил. Вот. И в то же время у меня мышечная сила осталась на том же самом уровне. Вот в чем дело. Это интересно. Значит, раньше у меня было как? Так. Вот по весне. Вот я, например, активно худею. Да. У меня все получается. Там фунт, это килограммы вниз бегут и так далее. Ну, мне приходилось. Я вот дошел на штанге, да? Ну, джим лежа. Сто фунтов, да? И как только я худею, у меня девяносто пять. Уже стоп плохо поднимается. Девяносто пять. Девяносто уже, да? Я худею хорошо, но у меня силы убавляются. И думаю, нет, не годится. Ну, так вот, что я сделал? Я добавил в свой рацион обычные овощи и мясо. Я добавил рис. Начитался про длинные углеводы и добавил рис. Сколько? Вот я кушаю два раза в день. Я утром три ложки столовых вареного риса. И вечером тоже три ложки вареного риса. И вот как только я начал этим, как говорится, рисом подпитываться, ребята, у меня все пошло. То есть, вот смотрите. Вот я встаю утром, да? Я сначала делаю тут свои дела какие-то, там утренний туалет и так далее. Иду тренироваться. Вот перед тем, как вставать на вот эту дорожку, да? Я, значит, ну, немножко разминка, это естественно, да? Ложусь на свой станок и вот свое у меня сейчас 105 фунтов там стоит. Ну, где-то 55 килограмм примерно, да? Вот. Раз, раз, 20 раз, да? Лежа, отжимаю. Хорошо. Больше я железом не занимаюсь, потому что у меня вот пока жены нет, мне тупо похудеть надо было и сохранить мышцы, да? Вот. Я иду на беговую дорожку. Первый день. Второй день. Утром поднимаюсь. Ну, чуть-чуть похудел там. Ну, пускай там грамм 250-300 сбросил, да? Опять первым делом, ну, разминка, опять беру штангу, оп, 20 раз. Третий день, вот уже с этим рисом, да? Я не сразу к этому пришел, там, ну, я говорю, жена уехала. Дня 3-4 я еще дурака валял, там, бился лгом об стенку. Вот. А потом добавил вот этот рис. И у меня все пошло. И вот каждый день с утра я просто пробую, как критерий, да? Там 105 фунтов лежит штанга, я не трогаю на ней блины вообще. Утром 20 раз. Ага, хорошо. Опять пошел худеть. Больше я, знаете, от добра добра не ищу. Я не занимался ни гантелями, там, ни отжиманиями, ни потягиваниями, ничем. Вот. Только похудеть, чтобы сохранить. Вот свои мышцы, как говорится, да? Вот. Ну, там чуть-чуть эспандером я, но это совсем немножко. Вот. И утром раз-раз-раз. Ага, сохранилось. Второй день, третий день. Неделя прошла. Две недели прошло. Вот у меня эта штанга, как те блины висели, так и висят. И утром у меня критерий 20 раз, я ее поднимаю. Значит, результат какой? Я говорю, я похудел. И у меня мышечная сила осталась, плато, да? Осталась на том же уровне. Это прекрасно. Потому что раньше, я говорю, мне все время приходилось блины скидывать. Как только я худею, у меня блины полетели со штанги. Вот. А сейчас осталось то же самое. Вот сейчас у меня, если перевести с фунтов, килограмма 83 где-то. Вот так. Помните, я начинал, у меня вообще там было 115, зашкаливал, да? Вот сейчас 83, но я посмотрел, сейчас я уже смотрю идеальный вес, какой должен быть. Вот в моем возрасте, в моем обхвате, значит, запястья, там, груди и так далее. Вот у меня запястье 19. Ну, это, по-моему, нормастенник, да? И грудь у меня 105, по-моему, что ли. Вот. Я посмотрел, у меня должен быть вес 73. Фи-фи. А у меня 83. Ну, правда, там верхняя граница 83. Я где-то до верхней границы нормой дошел. Вот. У меня еще 10 кило надо сбрасывать. Ну, не знаю. Посмотрим. Я сейчас уже не спешу, как говорится. У меня уже все получается. Как говорят, работает, не трогай, да? Вот я сейчас буду с этим рисом, с этим... Я абсолютно не прихотнил. И мясо, и овощи. Ну, пускай мясо, и овощи. Ну, так, иногда разные, там, кабачки, баклажаны, туда-сюда, помидорки. И вот, лучок. Вот. И с этим рисом у меня все хорошо получается. Опять же, она меня не узнает. И вот это у меня уже новая майка. Остальные у меня уже... Уже опять болтаются, как паруса. Вот. Все-таки... Ну, я могу сказать, что вот когда сбрасываешь со 115, ты, да, килограммы летят, красота. Вообще, только так смотришь на весы. Ага, опять, опять, опять. А сейчас, когда уходишь вот из 100, вот вниз, уже очень трудно сбрасывать, да. Уже что-то надо придумывать. Или вот так вот заниматься, как я, 3 часа в день на трейдмиле. Ну, это, конечно, тяжело. Но, знаете, игра того стоит. Потому что сейчас я вообще по дому и летаю. Прекрасно вот сейчас, ну, не знаю, до 73 получится или нет. Ну, хотя бы там за 80 уйти. Там 79, чтобы было, да. А дальше уже можно, так сказать, потихоньку, уже не спеша, уже мышечную массу наращивать. Ну, и становиться человеком. А не разваленный старый, да. Ну, все. Хорошего. До свидания. С вами был доктор Глад. Надеюсь, кому-то это поможет. Продолжение следует.